В Алтайском крае проживают больше 750 тысяч пенсионеров. Большая часть получает страховую пенсию, что выплачивается по старости, инвалидности, либо по случаю потери кормильца. В этом году 16 тысячам земляков насчитали пенсию по новым правилам, то есть с учетом заработанных индивидуальных пенсионных баллов. Такой расчет впервые стали применять в 2015-м. Ежегодно число коэффициентов для выхода на пенсию растет. Для тех, кто выходит на заслуженный отдых в 2018-м, для права на пенсию нужно иметь не меньше 9 лет официального стажа и 13,8 баллов. Подробнее об этом читайте в газете «Комсомольская правда Барнаул». Столица края оказалась в списке городов России с наибольшей долей бедных, сообщает Полиции Бру. Корреспонденты информагентства пишут, что такие данные приводит финансовый университет при правительстве России. Он провел исследование, в ходе которого респонденты оценивали собственный уровень благополучия. Результаты показали, что доля наиболее бедных, то есть тех, кому с трудом денег хватает на питание, в Барнауле составляет 16%. Больше только в Пензе, Воронеже, Нижнем Новгороде и Волгограде. Желаете ознакомиться с другими данными исследования, читайте Полиции Бру. А вот московский комсомолец на Алтае посвятил материал капитальному ремонту Чуйского тракта. Сейчас работы ведутся в зональном районе края. Как сообщили МК на Алтае, в начале объекта на 336-м километре дорожники разобрали существующую трассу и понизили уровень земляного полотна. На 341-м километре, наоборот, подняли насыпь на 5 метров, чтобы обеспечить нормативный радиус. На эти мероприятия потребовалось 95 тысяч кубометров грунта. Отметим, что на новых участках Чуйского тракта дорожная одежда будет состоять из трех слоев асфальтобетона. Елена Макаренко, Наши Новости.